Всем привет! С вами Аси Аженси. Сегодня мы немножко поговорим о вопросах, которые часто нам задают по поводу того, какой у вас процент получения политубежища, какая у вас статистика и тому подобное. Мы чуть-чуть об этом как-то уже говорили, я думаю, стоит еще раз поговорить, потому что тема на самом деле очень непростая и ее надо объяснять. Потому что многие адвокаты, они говорят, что вот, у меня столько-то получило, у меня столько-то получило, это все здорово, это все хорошо, но статистика – это большая ложь. Как мы знаем, есть правда, ложь, большая ложь и статистика. И вот статистика в данном случае не отражает практически ничего. Объясню почему. Почему я так издалека начал говорить? Потому что на самом деле у нас хороший показатель в нашем офисе Анастасии Сак. Я работаю, как вы знаете, в офисах Анастасии Сак. Ана – наш адвокат. И, в принципе, мы делаем все, что делают другие. Сказать, что кто-то делает слишком плохо, кто-то хорошо. В принципе, все нормальные адвокаты в США знают свое дело. И вопрос чаще всего – это цены. Конечно, есть адвокаты, где очень много вопросов их компетенции, в том, как они получили свою лицензию, учились ли они вообще когда-либо на что-либо, связанное с юриспреденцией. Но это отдельный вопрос, мы сейчас не будем говорить. Не хочу не хвакать, но просто когда люди говорят, что вот у нас такая статистика, у вас другая статистика, ну вообще как формируется? Ну, скажу пример, что смотрите, у нас в США человек может получить убежище в два этапа. Первый этап – это собеседование с иммиграционным офицером USCIS. И если он получает, то все здорово. Но может быть и второй этап – это суд. И если человек USCIS управляет в суд, или просто на доработку, или дает ему отказ, и это является его апелляцией, то у него второй шанс есть получить как раз в суде иммиграционном. То есть вот эти два этапа очень часто человеку приходится пройти. Первый этап, второй этап. Большинство адвокатов США, они не делают ставку на то, чтобы человек получил убежище на первом этапе. Ну, к примеру, в Канаде всегда будут два этапа. Та же самая система, но человек всегда на первом этапе проходит. Если он его проходит, он идет в суд. То есть первый этап – собеседование с иммиграционным офицером – это только путь к тому, чтобы попасть в суд. Он может не попасть в суд, если его иммиграционный офицер не пропустит, но может попасть. Но поэтому ему все равно нужно пройти первый этап и постараться попасть на второй. Получается, что его могут как бы отлильтровать еще на первом этапе, после собеседования с иммиграционным офицером. Но убежище он получит только по результатам суда. А в США наоборот. То есть ты можешь уже на первом этапе получить убежище. И это не только фильтрация. Хотя иногда это работает как фильтратор такой. Но на самом деле ты, если на первом этапе получил, это прекрасно. Если на втором этапе получил, это тоже нормально. Это никто не будет говорить, что это плохо, если ты попал на второй этап. Поэтому чаще всего адвокаты говорят о статистике, имея в виду суд. Да, для адвоката очень важно не собеседование с иммиграционным офицером, потому что это никак не отражается на его рейтинг, на его статистику, ни на что. Вопрос, если ты проиграл в суд или выиграл в суд, вот это для тебя, как и для адвоката, и для клиента принципиально важно. Потому что после проигрыша такого суда наступает кошмар. Потому что подать апелляцию уже на суд, это очень сложно, и выиграть шансы очень малые. Поэтому для каждого адвоката суд является важным. Многие адвокаты даже не берутся за те дела, которые, к примеру, могут быть проигрышными, чтобы не портить себе статистику. И надо тут тоже понимать, что не всегда все зависит от адвоката. Так часто бывает, к примеру, что при всех одинаковых раскладах одинаковый кейс, одинаковый человек с кейсом, одинаковый адвокат, а результаты бывают разные. И здесь, когда нас спрашивают про статистику, ну, очень сложно что-либо сказать. Ну, давайте начнем сначала, поговорим о собеседовании с иммиграционным офицером. Наша цель в нашем агентстве, в миграционном и в агентстве Анастасии САК, цель очень простая, чтобы человек сразу получил убежище на собеседовании с иммиграционным офицером на первом этапе. Это наша цель, потому что для человека это, во-первых, меньше стресса, это быстрее, и это и дешевле. То есть многие адвокаты, они так делают, чтобы человек, ну, можно сказать, сознательно проиграл собеседование, попал в суд, а на суде адвокат уже сам все сделает. То есть многие так считают. Но лучше, конечно, получить сразу и не портить никому жизнь, и просто уже забыть это, закрыть эту страницу. И наша цель, поэтому мы берем мало денег, потому что мы берем деньги за первый этап, отдельно мы делаем два этапа, первый и второй, многие адвокаты сразу два этапа берут. И мы постараемся сделать так, чтобы вы уже на первом этапе получили убежище. Если нет, тогда будет второй этап, это отдельная процедура, которая оговаривается отдельно. Так вот, если говорить о статистике первого этапа, то на самом деле эту статистику практически никто не ведет, а с адвокатов, именно первый этап это интервью с иммиграционным офицером. Мы такую статистику ведем, и мы следим за тем, что происходит у других адвокатов, и что происходит с другими людьми, которые сами подаются. Потому что мне часто звонят, мы общаемся, и нам это очень интересно. Мы хотим в теме, и в целом мы можем сделать следующие примерные цифры, которые я вам сейчас озвучу, из нашего опыта. Опыт достаточно уже богатый. Можно так сказать, что если у тебя идеальный кейс, все хорошо, у тебя не было никаких загвоздок с кейсом, все было чисто, хорошо, и ты приехал из правильной страны, у тебя есть правильная подача. Ну, к примеру, ты религиозный беженец, религию твою запретили. Или там ОГБТ, или там евреи, не знаю, что. То есть ты идешь по проходной статье, по проходному пункту. И ты нигде ничего у тебя не произошло. И вот если все-все идеально, то в среднем получается 75% людей позитив, а 25% получают отказ. При условии, что все было сделано грамотно, на интервью все прошло хорошо, кейс был составлен без ошибок, все было как должно быть. Вот даже при всех идеальных условиях, при всех идеальных условиях, в средний процент по США будет 75% позитив, в 25% отказов. Многие люди эти отказы воспринимают как трагедию. Почему у меня все здорово, у моего друга все то же самое, а у меня был отказ. А у него позитив, у другого позитив, у третьего позитив. Что же со мной такое? И иногда вопросы возникают, может быть, адвокат что-то сделал не так, ну, или те, кто с адвокатом это все оформляли. На самом деле не в этом причина. Эти 25% они как бы заложены. Они должны быть, и иногда это является такой, ну, можно сказать, пугалкой, я бы сказал. Почему? Потому что иммиграционная служба, UICIS, она не хочет всем давать 100% убежище, даже по проходным категориям. Ну, к примеру, представим себе, сегодня в России свидетели Иеговы запрещены, как считается, и все, кто свидетели Иеговы приезжают в США, по идее, они все должны получать убежище. Соответственно, что происходит? Многие люди, которые не являются свидетелем Иеговы, они пытаются себя выдать за свидетелем Иеговы, или адвокат им, так говоря, давай, ты выдашься за свидетелей Иеговы, там, походи пару раз на собрание, сделай пару фоток, и отлично, это может пройти. А потом на суде мы что-то не придумаем. И миграционные офицеры это все понимают, службы миграционные, они поэтому закладывают, что мы не можем всем давать, чтобы в голове у людей было, что отказы будут, и эти отказы очень часто как раз попадают на тех, кто только пытается себя выдать, или тех, кто, получается, вел себя неуверенно, или просто ему не повезло попасть в эти 25%. То есть 20-100% все равно не будет, даже при всех идеальных кейсах. И, соответственно, здесь работа адвоката, она, ну, не такая уж уже, получается, принципиальность, если все равно этот процент должен быть, и здесь уже просто везение, больше ничего. Сразу скажу, что есть офисы, где вообще не было отказов, и это, получается, пока так удивительно, это офис в Сан-Франциско, который обслуживает Северную Калифорнию, немножко там Орегон, и то, что рядом, и все, допустим, идеальные кейсы, кто подались там, ну, идеально, тогда все правильно, они, получается, все получили убежище с первого раза, то есть на собеседовании с миграционным офицером по результатам этого собеседования, без того, чтобы идти в суд. Опять же, это специфика, специфика Калифорнии, Северной Калифорнии, я оговорюсь, потому что Южная Калифорния отличается от Северной, а в Южной очень по-другому все, там, на границе с Мексикой, много отказов, много людей идут в суд, и даже в суде многие получают отказ, а Северная Калифорния, это вообще как будто другой мир, то есть там люди по-другому устроены, они готовы принять всех, там все такие махровые демократы, они считают, что мы готовы весь мир принять, лишь бы всем было хорошо. Классная позиция, и если человек оказался в Северной Калифорнии, у него хороший кейс, то, в принципе, вероятность, что он получит убежище колоссально высока, это вот надо признать. И не важно уже адвокат, не адвокат, если все хорошо сделано, то у любого получится. Главное все грамотно сделать, не ошибиться. Есть другие офисы похуже, естественно, это Чикаго, это Техас, это некоторые северные штаты Америки, это квадратные штаты Америки, где, ну, не так хорошо все. Флорида, вот где мы сейчас находимся, неплохо, я бы сказал, но как раз у нас и работает принцип, что во Флориде, что в Нью-Йорке, эти 75-25, эта процентовка, она сохраняется в основных штатах. Ну, в Чикаго, я думаю, тоже она сохраняется, но там есть немножко такой националистический фактор, и поэтому там украинцы, поляки, литовцы, одно отношение, если это, например, русские, белорусы, другое будет отношение, и, соответственно, другой процентаж, это отдельная тема, отдельного видео. Идем дальше, идем в суд. Вот, допустим, эти 25% идеальных попадают в суд. И вопрос, какой у вас успех у адвоката, я опять же вам скажу, что от адвоката многое зависит, но не все, далеко не все. На самом деле, очень многое зависит от судьи. Потому что, если грамотный кейс, вот, к примеру, представим, что к нам в офис пришло 100 человек с идеальными кейсами и, допустим, 200 человек. Давайте так будет проще, к нам пришло в офис, к примеру, 200 человек. 100 из них с идеальными кейсами, а 100 не с идеальными кейсами, о чем мы поговорим чуть позже. Так вот, к примеру, мы берем эти 100 идеальных кейсов, это значит, что в среднем по Америке мы получим, естественно, 75% позитивов сразу, но 25% уйдет в суд по необъективным причинам. Вот, к примеру, недавно расскажу на случай, клиент пришел к нам, который сам подавался без нас, мой хороший знакомый, он подался, ему дали отказ, хотя у него был 100% кейс, все хорошо, он гонимый, из России у него уголовное дело, все здорово, а в заключении они пишут, что у тебя есть двойное гражданство. Откуда? Нет у него второго гражданства. Откуда они это взяли, непонятно. То есть, они балды придумали, что-либо это написали, и теперь мы на суде это будем как-то опровергать. Как мы это будем опровергать, то, чего нет? Ну, вот это хороший вопрос, и мы знаем, что такая практика сегодня происходит очень часто в Европе, там во Франции, в Финляндии, даже в Германии, где они могут в отказе написать то, чего вообще не существовало, то есть, что-то придумать, и человек думает, а что с этим делать? Ну, я это вообще не говорю, мы это не обсуждали. Видим, что в США иногда появляется такая же вещь, то есть, 25% отказников с идеальными кейсами могут в кейсе содержать непонятное объяснение, которое не имеет ничего общего с фактами, и с этим надо на суде будет объясняться. Ну, мы уверены, что на суде будет все легко, но все-таки неприятно, потому что вопрос дальше в суде. Это самый главный вопрос, потому что на самом деле то, на какого судью ты попадешь, очень многое зависит. По логике в Америке судья — это абсолютно независимая единица. Он как хочет, так и принимает решение, если он так принял решение, а мы знаем, что миграционные суды — это не суды присяжных, суды присяжными чуть проще было бы, но здесь только судья принимает решение. И когда судья принимает решение, дальше, если, допустим, подавать апелляцию, то это только если какие-то, может быть, процессуальные решения были, но не по факту того, что судья так принял решение. Судья на то и судья. То есть, в Америке это свято. Ну, теперь мы берем статистику по судям. И на самом деле статистика судей играет главную роль, а не статистика адвокатов, как у него хорошо или плохо получается. Конечно, я хочу сказать, что есть адвокаты из вону, плохо работающие, у которых там они дела не вникают, они в последний момент что-то делают, они забывают своих клиентов, отдают это все помощникам, помощники тоже не профессионалы, в итоге это все на последний момент, из-за этого бывают отказы. Это отдельная история, это надо смотреть репутацию адвоката и особенно отзывы об этом адвокате со стороны других клиентов. Я знаю, что есть очень многие адвокаты, которые только и занимаются тем, что чистят эти отзывы, удаляют все комментарии с Фейсбука и это всюду, потому что отзывы кошмарные. Я не буду сейчас никого как бы опускать, но эти адвокаты хорошо известны, обычно очень раскручены адвокаты, у которых сотни, а то и тысячи клиентов, но при этом все кейсы у них однотипные и на самом деле очень слабые, потому что никто им не занимается, а они от полды что-то пишут. Увы, такое тоже сегодня есть. Ну или просто есть профаны, которые делают это все, потому что где-то кого-то услышали, практики мало имеет, каким-то образом получают лицензию и все кончается плохо. Но мы сейчас говорим о нормальных, хороших адвокатах, которые серьезно относятся к делу, которые учились, которые вникают, у которых есть неплохой уже пакет документов. Вот даже вот у них, мы берем нормальных адвокатов, будет все зависеть от того, на какого судью ты попадешь. И у нас есть график судей, лист такой, можно сказать, где показано, сколько, у какого миграционного судей процент позитивов, отказов. и вот это очень важно. Мы с вами уже как-то об этом говорили. На самом деле это вопрос выбор судьи, а не выбор адвоката. Потому что если ты попадаешь к судье, у которого, к примеру, 100% отказов, вот 100%, такое есть. К примеру, такие судьи есть и в Уизиане, и в Канзасе, и в Техасе. В Техасе очень большой процент отказов. То есть в суде, где там 90-95% отказов. Но есть в Америке даже судьи, у которых 100% отказов. Это значит, что за всю его жизнь, к примеру, он не сделал ни одного позитива для беженца. То есть любой человек, который к нему попадает, автоматически уже можно ожидать, что это будет отказ. Не важно, что будет говорить адвокат, какие аргументы будут происходить озвучены и так далее. Вот такая вот практика. Соответственно, что может сделать адвокат в таком случае? Ну, на самом деле мало что. есть некоторые хитрости, я не буду сейчас их озвучивать, как это можно все сделать. Но это не очень для эфира, но в любом случае грамотный адвокат знает, что сделать, чтобы не попасть к этому суде. Но если он попадет к нему, то от адвоката мало что зависит. Поэтому очень часто оказаться в руках хорошего судьи, это и есть тот успех с хорошим адвокатом прилетом, чем даже с хорошим адвокатом попасть к плохому суде. И наоборот, если бывает даже не очень хороший адвокат, но попадает к хорошему суде, то дело будет хорошо рассмотрено, даже несмотря на ошибки, возможно, недочеты адвоката. Поэтому вот, когда мы говорим о том, что есть идеальный кейс, мы сейчас говорим, например, о 100 кейсах, из которых 75 в нашем случае получают убежище, 25 идут в суд, то вот даже эти 25 процентов многое будет зависеть от судьи, ну и от грамотности адвоката. Но у нас есть еще 100 клиентов, у которых кейсы не очень хорошие, они об этом не знают. Мне кажется, у них все здорово, но на самом деле эти вещи, которые очень сильно могут влиять на статистику, но зависеть даже нет адвоката, и даже человек об этом может не знать, что это зависит даже не от него, а о том, что было с ним связано с какими-то побочными факторами. Теперь давайте представим, что у нас 100% случаев в 100% хороших адвокатов. Вот есть 100 адвокатов, у которых есть 100 клиентов, или у нас допустим есть 100 идеальных клиентов, но у них есть некоторые шероховатости, и получается, что статистика также здесь будет обманчива. Ну давайте приведу какие-то примеры. К примеру приезжает человек, свидетели Иеговы из России, где все плохо, и он должен здесь получить убежище, он получает отказ. И он думает, почему я получил отказ, другие свидетели получают позитив. На самом деле он даже не попадает в эти 25%, точнее он попадает, но попадает в них по объективным причинам, а не по объективным. А какие были объективные причины? К примеру, человек ездил несколько раз за границу до того, как приехал в США. К примеру, он был в Германии, он был в Австрии в отпуске, и через полгода решил приехать в США. Раньше на это закрывали глаза, но сегодня на самом деле, если человек планировал спросить убежище, и при этом был в безопасной стране, и не заявился там, то это является минусом, когда он приезжает в США. Чаще всего адвокаты советуют говорить о том, что решение было принято уже когда-то находился в США, ля-ля-ля-ля-ля, но это все лирика. На самом деле, для них это важность. В последний год ты был, ты наверняка знал, что проблемы со свидетелями, к примеру, уже были два года назад, и три года назад. Ты знал про эти проблемы, был в безопасной стране, не подался, приехал в США, и здесь решил податься. Это может сыграть свою роль. Или, к примеру, человек очень часто любит приехать на разведку в США, там все посмотреть, понять, хорошо ли будет его семье, ага, хорошо, возвращается к себе домой, забирает семью, приезжает сюда, и возникает вопрос, ты смотри, у тебя все в стране было плохо, ты приехал в США, по закону ты должен сразу подаваться, ты не подался. Вопрос, почему? Это тоже то, что влияет на вероятность получения позитива или негатива по результатам собеседования с USCIS. Другой момент, человек, к примеру, имеет второе гражданство, или второй вид на жительство, и, соответственно, вопрос возникает, вот смотри, у тебя есть вид на жительство в Польше, ты едешь, получается, из России в США, хотя ты мог поехать в Польшу, у тебя на это были права. Или, к примеру, другой случай, человек получил временный вид на жительство, к примеру, там, в Болгарии, и он там жил, жив, жив, ему там надоело, работы нет, он возвращается в Россию и едет в США, и когда ты в США подаешься, они смотрят, где ты жил последние пять лет, ага, я видишь, что ты два года жил в Болгарии, ну, да, ты говоришь, что у тебя нету там настоящего вида на жительство, только временный, но на самом деле возникает вопрос, а ты же мог этот временный продлевать и продлевать, в итоге перевести его в постоянное, как и в других странах Европы или других странах мира, поэтому то, что ты этого не сделал, это как бы является твоей проблемой, но ты мог это сделать, поэтому то, что ты сейчас там все бросил, сюда приехал, просишь убежище, а мы еще подумаем, давай тебе сразу, или мы тебя чуть-чуть помучим, то есть вот такие случаи, они, конечно, ну, во многом могут говорить, в пользу того, получишь ты позитив быстрее или медленнее, и какие шансы, попадаешь в эти 75% или 25%, или ты вообще, у тебя не идеальные кейсы, ты за скобками, ты точно получишь, к примеру, негатив. Когда человек может получить позитив, когда у него все идеально, все здорово, и для миграционного офицера легко принять решение и то, что входит в его компетенцию. Но если кейс сложный, опять же, вопрос. Вот бывает, что у тебя идеальный кейс, но у тебя 12 томов уголовного дела. Миграционный офицер, он просто не будет и не в состоянии это рассматривать, и это не в его компетенции. Он обязан это дело отправить в суд, и это будет написано в письме, что это не отказ, просто твое дело будет рассматривать суд, потому что дело выходит за рамки стандартного кейса, который должен быть, чтобы он мог принять такое решение. Или, к примеру, у тебя два гражданства, и ты показал, что ты не можешь жить как в этой стране, так и в другой стране, и все равно это уже не стандартная ситуация. У человека два гражданства, и миграционный офицер рассмотрит, но он все равно, скорее всего, дело отправит в суд, потому что это уже не стандартная ситуация, и суд должен рассматривать. И хотя человеку кажется, что его идеальная ситуация, у него гражданство Китая и ЛАОСа, а он ЛГБТ и не там и там, но все равно для миграционного офицера это за пределом моего компетенции давать решения в сложных ситуациях, а двойное гражданство является сложной ситуацией. Другой момент. Человек, к примеру, был гражданином Молдавии, становится гражданином России, и теоретически, ну или Украины, и он по сути как бы теряет гражданство первой стороны, становясь гражданином новой стороны второй. И когда он едет, к примеру, в США, он просит убежище, и у него заявлена одна сторона рождения, гражданство другой стороны, но для США, с их точки зрения, то гражданство по рождению является всегда с тобой, оно не может быть отменено, потому что в большинстве стран мира, если ты родился в этой стране, то ты будешь гражданином неважно ни при каких обстоятельствах, даже если ты там 50 раз поменяешь гражданство других стран. Ну, по крайней мере, США стоит на этом, и она думает, что это логично, поэтому если ты указываешь, что я родился, к примеру, на Украине, но я потом стал гражданином России, то это очень сложная процедура, чтобы выйти из украинского гражданства. Но это все равно процедура, которую никогда люди не доводят до конца, и никогда Украина не доводит до конца, потому что так сделать, чтобы ты по-настоящему потерял украинское или грузинское гражданство, ну, по сути, нереально. Потому что человек пройдет хоть сто лет, он придет опять на Украину, скажет, я гражданин, ему тут же выдадут документы, и все будет хорошо. США это понимают, поэтому если человек где-то в документах указывает, что он родился в одной стране, в безопасной стране при этом еще, а потом переселился в страну, которая оказалась небезопасной, он из этой небезопасной страны просит убежище в США, это уже кейс сложный, нестандартный, и он даст это на лодку в суде, или просто даст отказ, и это все дело уйдет в популяцию. Поэтому вот когда нас спрашивают, какая у вас статистика, сложно сказать, честно, потому что когда мы говорим, вот, если идеальные кейсы и хороший штат, короче, очень-очень много условий, тогда одна статистика, если вот это, вот это, вот это, я сразу могу сказать людям, что, вы знаете, наверное, все-таки вас правят в суд, потому что вот это, вот этот фактор, который чаще всего и приводит к тому, что миграционный офицер отказывается рассматривать, давать позитив, по крайней мере, и отправлять это в суд. Вопрос уже суда, как суд отнесется к твоему кейсу, который был сложный или неоднозначный, или который можно и так повернуть, и по-другому повернуть. Опять же, многое будет зависеть от судьи, потому что есть судебная практика, и в данном случае надо говорить не о судебной практике США, а надо говорить о судебной практике этого судьи. То есть, если мы вникаем в то, как этот судья в таких же случаях примерно дает позитивы или негативы, то можно примерно что-то представить. Ну и, как бы, как я уже говорил, адвоката здесь будет многое зависеть от его ловкости. Ну, а если, к примеру, там даже 70 на 30, да, вот у нас судья дает позитивы к негативам, ну да, там, в принципе, адвокат он может вытащить. Если, к примеру, хотя бы из 90 и 10, 90% отказов и 10 позитивов, то да, адвокат напряжется и постарается, чтобы его клиент попал в эти 10% при условии, что кейс хороший. Но если кейс так себе и адвокат, так себе и судья настроен против, ну, чудес не бывает. Здесь, скорее всего, это больше, как вы говорите, в лотерею. Повезло, ну, здорово, но по статистике не все выиграют в лотерею. В общем, вот такая вот история про статистику. Просто, чтобы этот вопрос один раз уже закрыть, мы делаем качественно, мы делаем хорошо, у нас хорошие показатели. Но вот вопрос, скажите, сколько чего, естественно, не скажем. Отзывы тоже мы не берем с наших клиентов специально, потому что политические беженцы – это люди, которые очень переживают за себя, за свое будущее. И они не хотят, к примеру, чтобы их родина знала, что они в США подались на убежище. Потому что многие планируют, может быть, когда-то съездить в гости, навестить родственников. И если он где-то себя уже обнаружил, то, соответственно, он как бы под прицелом. И это не многие хотят. Поэтому мы не берем таких интервью. Если берем, то анонимно. Просто, чтобы люди поделились опытом, как это в других странах происходит. В США, в принципе, я все эти опыты могу знать и вам пересказывать. Вам не нужно эти все истории слышать лично от людей. Поэтому статистики такой мы вам не предоставим. Но как оно происходит, примерно можно понять. Все, с вами Сейжинси. Успехов, пока! Спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайк, комментируем, делимся видео и подписываемся на наш канал.